Приветствую вас, очень сочувствую вашей ситуации, не представляю себе насколько вам сейчас тяжело, не представляю себе насколько вам сейчас трудно, но с радостью готов был бы разделить с вами боль, которую вы испытываете. Болезни, которые вы сейчас ощущаете, потому что честно говоря, что происходит с вами сейчас, это конечно ад, очень многое на вас сейчас навалилось, очень многое сейчас на вас сложилось и вам конечно очень и очень тяжело. Вот, а я могу только догадываться насколько нам тяжело сейчас. Вот, это первое. Второе. Значит, почему больно? Вообще, мне кажется, что именно вопрос в таком формате, ну вопрос формата почему так больно, он заведомо ложный, потому что боль не приходит почему-то, она просто возникает. И, как мне кажется, есть два основных фактора, которые могут определить то, что с вами сейчас происходит. Во-первых, боль. Сама по себе. Это следствие, конечно же, перемета. То есть нам больно всегда, когда разрушается, ну разрушается наша реальность. Нам больно, когда меняется наша реальность. Нам больно, когда реальность становится другой. Когда реальность просто видоизменяет любое изменение реальности, особенно привычной реальности, особенно если эта реальность сдобрана ожиданиями, некоторыми ожиданиями и надеждами. Вот. То очень больно. Боль, это следствие перемен. И это связано и с кошкой, то есть потерей домашнего питомца, к которому вы были привязаны достаточно сильно. Идет, ну в принципе, идет сюда же. То есть вот она была, вы к ней привыкли, вот вы к ней привязались, вот ее больше нет и вам очень-очень тяжело, трудно, больно и так далее. Вот. То есть это перемена. Перемена человеку проживает тяжело, поскольку он бежит от своих чувств, бежит от своих эмоций, бежит от своих мыслей. Вот. Бежит от своих болезненных ощущений. Не умеет их выражать и, соответственно, не умеет о них говорить, не умеет проживать. Из этого прямо вытекает то, что вы говорите про семь лет в никуда. Из этого прямо вытекает. Потому что семь лет в никуда означает, что вы не были, по сути, вы не были сами с собой в отношениях, по сути, вы подстраивались, по сути, вы пытались быть, вот, условно говоря, быть кем-то. Вот. Вот. Быть, быть какой-то другой в отношениях, ну, явно не, явно не той, какой вы хотели и могли быть. Вот. Отсюда появляется это чувство, что вот я столько вкладывал, я столько старался, старался и в итоге это всё ушло к этому подходу. И здесь, конечно, очень важно корректировать этот момент. Потому что, как вы понимаете, не очень хорошо и полезно. В том числе и для вас, быть в таких отношениях, где вы не можете быть самим собой. Вот. А именно это, как мне кажется, и происходит. То есть, происходит именно то, что вы не могли быть с собой. Вот. И, соответственно, вам кажется, что сейчас вы спустились семь лет просто в никуда. И, в какой-то степени это действительно так. Потому что, по сути, речь идёт про инвестицию. По сути. То есть, вы инвестировали большое количество своего времени в человека. Вот. В какой-то такой надежде на то, что у вас получится отношение. Вы пытались что-то сделать, чтобы эти отношения, ну, развивать вероятно. Вот. А в итоге, оказалось не нужно. И, с одной стороны, это очень больно, конечно. С другой стороны, это практически неизбежно, когда вы не являетесь собой. И, вот, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ С чего бы я начал работать? Это с того, чтобы начать проживать свои чувства, начать проживать свои эмоции, начать проживать свои ощущения. Вот. И таким образом начать себя чувствовать. Чтобы отдавать себе отчет в том, куда вы движетесь, чего вы хотите, являетесь собой. Сейчас у меня такое ощущение складывается, что собой вы можете быть только если вам, ну, человек дает, там, условно, какую-то обратную связь. Да, собой вы можете быть только если, ну, человек, ну, откликается вам. Вот. Если человек вам не отвлекается, то собой вы быть не можете. И мне кажется, что подобная зависимость также образует боль. Много, довольно много получается инвестиций вы делаете в человека. Довольно много вы именно инвестируете в человека, пытаетесь инвестировать. Вот. Довольно много вы тратите своих сил на человека. А в итоге ничего. И вот мне кажется, что наша задача заключается в том, чтобы помочь вам как раз таки не оказываться в такой ситуации больше. Чтобы не, чтобы быть свободной в отношениях и в проявлении себя, своих реакций и так далее. Вот. Здесь, конечно, дело усугубляется еще и тем, что вам, вероятно, ну, придется общаться еще, потому что есть ребенок, я так понимаю, да? То есть вот вы и пишите, что человек в городе с мамой и ребенком. Я, правда, не очень понял, вам что-то ребенок или нет, но если важно, то вам придется общаться. Но вы об этом как-то ничего не говорите, поэтому, может быть, я здесь чего-то и не понял. Может быть, это ребенок чисто его. Вот. То есть, если вы внимательно посмотрите на то, что происходит, вы увидите, что вы находитесь, по сути, вот, постоянно в роли, знаете, такого, просящего как-то. Вот. Постоянно находитесь в позиции ждущего, ну, ждущего партнера, получается. Вот, и это такое ощущение, что никуда вы, как бы, ну, не денетесь, вот. Это такое ощущение, что я могу делать то, что хочу, ну, условно я. То есть не я, как вот таковой, да, а я, ну, в смысле, вот, ну, в смысле молодой человек может делать то, что хочет. Потому что вы так позволяете с собой обращаться. Вот, пожалуй, то, что можно было бы вам ответить. Вот, пожалуй, то, что можно было бы вам сказать. С точки зрения именно психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения какого-то опыта работы, в том числе моего опыта работы и так далее. Это, мне кажется, важно. Но на что вам сейчас самой, как мне кажется, нужно сконцентрироваться на своих чувствах, на своих эмоциях и проживать их. Не запираться в них, поплакать кому-то относительно того, что произошло. Можете поплакать своим друзьям-близким. Можете поплакать, там, не знаю, психологу. Можете психолога выбрать на нашем сайте и ему поплакать. Ладно, чтобы кому-то, с кем-то вы это прожили. Чтобы одна вы не оставали. Вот. Ещё такой вот есть нюанс, как мне кажется, достаточно важный. Это нюанс такой, что, знаете, вот, как будто бы у вас, вот, кроме друзей вашего вот, ну, вашего, вашего молодого человека, да, такое ощущение, как будто бы, кроме друзей вашего молодого человека, у вас нет друзей, своих собственных друзей, как будто бы, как будто бы у вас нет. Я, конечно, в этом не уверен, может быть, может быть, я не прав, может быть, я ошибаюсь, но мне так показало. То есть как будто бы вы себя чувствуете очень одиноко. Вот. И это, конечно, также болезненно, но если вы позволите себе вот эту, если вы позволите себе свою боль опять же прожить, если вы таким образом опустите её потихонечку, то, возможно, у вас появится ресурс для того, чтобы, ну, чтобы двигаться дальше. Вот. Возможно, у вас появится ресурс для того, чтобы создавать своё собственное окружение. Вот. Я не буду вас, условно говоря, обманывать и говорить, что это будет легко. Вот. Вероятно, это будет, ну, совсем нелегко. Ну, по крайней мере, это будет движение вперёд. Вот. Вот, в принципе, то, что я мог бы вам сказать сейчас. Повторюсь, к вам очень много сочувствия, к вам очень много, как бы, сострадания. Вот. Очень много к вам этого. Вот. И хочется вам чисто по-человечески так помочь. Вот. Чтобы вы поняли, что вы не одна, чтобы вы поняли, что, ну, всё, вы ценны и так далее. Кстати, вот, говоря о ценности тоже, просто вам хотел бы задать вот такой вопрос. А чувствуете ли вы себя ценны? Вот. Ну, вообще, вот, ощущаете ли вы себя ценны? Как у вас с этим обстоятельством дела, с ощущением своей ценности? Вот. Потому что мне, например, показалось, что вы себя ценны не чувствуете. Мне так вот показалось. Мне показалось, показалось, что ценность вы пытаетесь, ну, такое ощущение, да, что добрать вот. Добрать именно у, ну, у вашего молодого человека и так далее. Немножко настораживает, с точки зрения возможной любовной зависимости у вас, то, как вы называете его любимым. Вот. Ну, особенно, вот, с учётом, с учётом того, да, что человек к вам относится весьма посредственно, обесценивающе и, ну, как бы, я бы даже сказал, может, с пренебрежением. Вот. Вы простите заранее, если я так говорю, но очень-очень-очень на это, ну, очень-очень на это походим. Вот. Мне, ну, мне не очень приятно вам это говорить, вот, конечно, но, как бы, мне кажется, так. Вот. Поэтому после проживания боли очень важно, чтобы вы позволили быть своей злостью, которая, ну, обязательно придёт. Вот. Возьте, в первую очередь, на себя. Вот. То ли это, чего я достойно, то ли это, чего я могу, то ли это, чего я хочу. Вот. Вот. Неужели это всё, что я могу, да? То есть, ну, совершенно очевидно, что можете вы гораздо-гараздо больше. Вот. Вот. Вопрос только в том, что вы для этого делаете. Вот. Мне, например, кажется, что, ну, мне, например, кажется, что вы для этого делаете меньше, чем могли бы. Вот. Может быть, вы не привыкли, может, может, может быть, вы боитесь, вот, может, может быть, есть ещё какие-то аспекты вам, ну, вам мешающие. Вот. Ну, правда заключается в этом, как мне кажется. Опять же, повторюсь, это всё моё, исключительно моё мнение. Вот. Вы можете быть с ним, да, ну, с мнением вы можете быть, в принципе, не согласны. Это абсолютно нормальная история. Вот. Главное, дайте сейчас себе, вот, ну, проболеть, да? Главное, дайте себе сейчас возможность отболеть это, не замыгаться, не зажимать себе, вот, ваши чувства. Вот. Потому что, если вы их будете зажимать, то, ну, условно говоря, больше будете переживать. Это касается всего. Это касается и молодого человека, это касается и вашего питомца, вот, которого, вне всякого сомнения, очень жаль, вот. Это не значит, что вам что-то не ценно. Это значит, что именно о том, что нам ценно, мы и переживаем, как правило, сильнее всего. И это абсолютно, абсолютно нормально. Вот. Так что, вот такой пример. Ответ я бы мог вам дать. Я специально не буду желать вам сил, я не буду желать вам, там, укрепиться, не буду желать вам мужества и так далее. Вот. Мне кажется, что это, краски, то, что вам не нужно. Мне кажется, что нужно вам сейчас, наоборот, побыть слабой. Потому что там есть ощущение, что вы, ну, что вы пытались, из-за всех сил пытались быть сильным. Хорошим ворот. Такой момент. Мне кажется, что в итоге вас это может привести просто к еще большим проблемам. Вот. Чего, чего бы я не хотел. Конечно. Вот. Поэтому я желаю вам удачи. Я желаю вам всего самого доброго. Я буду вам благодарен за обратную связь по моему вопросу. Вот. Это позволит вам начать работу над собой. Вот. Всего вам самого доброго.